привет друзья с вами поиск истребитель внутренних мелец все на обзоре будет помощь этого слова легендарный аккаунт 74 лава ник или бород клан тим начнем вы не сменяя своих традиций по визиточка так обычно все открыты редки все открыты легендарные почти все лёха космос 4 сезона если судить по 1 визитки то не факт то есть он видимо не покупает боевые пропуски не видит это рентабельным для себя так высшие высшие соответственно все кроме хэллоуина провел 1546 часов в игре 600 тысяч двадцать пять шестьсот двадцать пять тысяч двадцать четыре звезды он набил за это все время неплохой показатель с кт 4 0 85 процент побед я думаю это абсолютно заслуженно учитывая что этот игрок взял титул самого лучшего игрока по отношению смертей убийств турнире который проходил сентябре прошлого года между кланами русскоязычными аж игрок алексей занял этот почетный титул давайте статистику оружия посмотрим чем он играет но естественности g44 немножко он поиграл но как немножко больше чем у меня м1 гарант а видно что он уже стежи 45 по всей видимости собрал так пп шику на нету пулеметы он с пулеметом играет до добавить видео на задание выполняет и с вот тэшкой тоже он играет пистолет до задания видно что он выполняет однозначно и на ножах также играет в общем может быть универсальный игрок но мы сейчас это узнаем насколько он универсальный его экипировки так ничего себе у нас первый слот мг стоит прикольный мг с разведчиком чтобы быстрее передвигаться свт-шка свт-шка с маршалом и стэджи тоже с разведчиком да интересно почему он не ставит штурмовика ну давайте посмотрим начнем начнем свинтовочек как обычно все по порядку да так и стежи у него на фуле да и так понял да абсолютно на фуле я нихуя он прокачал все теперь нас тоже есть опаснейший боец но только по моему ты по моему перепутал обвес 1 8 ну ровно расстояние один процент я не знаю сыграет это роль считаю что зубу здесь больше так магазину магазин да вот стать принципе ситы к вышке не играешь ладно но так вот плюс 15 патронов это существенное преимущество дает на самом деле так у него обвесы за серебро оказывается все он начает я думал за колдуну да можно было понять уже по духу ну тем не менее она очень даже и бога вы видели мне был взор на аккаунт игрока где у него стержи на две звезды было и она мне показалось наравне с 6 если g44 вот такие дела так папа пешком что у нас тут он не томсона есть прикольно так он его выиграл лотереи русская лото так mp40 mp18 да видимо задание выполняет просто допустим с mp40 на одной звезде как принципе я так пулеметы ну пулеметы до утра мг-шка 6 звезд этому вполне достаточно так все с дробовиками интересно до дробовик у него фул были на счету даже не встречал его потому к вышке играли он по моему дробовик не брал или может и не запомнил этого мы в очках мастерства посмотрим может быть то что не про качество стычках мастерства и он не берет вот чисто для заданий только мы с вот и шичками конечно наша родинка будет у нас обязательно на фуле хотя нет штук на пай-припасы да ну да вот допустим дал тут бы этот магазин до внутри патрона но о чем это да это вообще не о чем поэтому как и я в дп не качал не вижу смысла так понятно но у него есть еще пистолеты и я видел штук пистолет на пятой звезде вот пожалуйста ответьте мне ты тратишь 1700 голды для чего чтобы увеличилась бутафорная мощь которая по сути ничего не дает существенного то что существ вообще ничего не дает ни урона не скоростейность не дистанции ничего с этот 1700 платишь я просто не понимаю правда зачем это делать зачем разработчики добавили это просто выкачивание голды и он видимо на 5 осталось тоже оставился честно зачем переплачивать за что бегает с люкером он в этом слоте так хорошо так может еще ножки все кроме японской понятно так скинчики что по скинчикам у нас для этого у меня итальянец есть и британец думал вот мне конфигуляции реально крышки играли посаду что он итальянец а точно да он японец я тебе говорю я не японец так ну давайте перейдем к самому если не чуть у него различий 9 уровень да это круто так давайте штурмовик что тут нас приколюхи ну не такие вот смотрите на 9 уровень вот что сейчас увеличить стать поскольку плюс 5 плюс 2 плюс один плюс один это вообще особой роли но вообще не дает если честно так давайте разведчик на 10 уровень что дает ну еще тут плюс 2 хотя бы топ урон волос сейчас 20 будет процентов это это просто жесть то есть стежи 44 в башку это просто нет шансов так следопыт на седьмом на восьмом чуть до броня топ урон гранатой плюс этим процент защита от хеда скорость передвижения плюс один тут скорость передвижения вообще зачем добавились это быть и так и маршал маршал тут это интересно данного характеристики поинтересней в такой бред просто посмотрите нас на седьмой уровень всего лишь плюс один плюс один и плюс пять ну это просто и четыре с половиной это просто бред однозначный бред после давали до плюс один что-нибудь там не знаю такому там док здоровья плюс один кто добавили ну это бред полный не знаю зачем разработчики это делают зачем они растянули на 11 уровней прокачку такую тут на и тупейшую просто не конечно знаю почему чтобы люди делали донат так а давайте необычные посмотрим уж не обычно тоже покачено вот пожалуйста кадет 5 на 6 плюс плюс 5 здоровья тоже да конечно топ вот я конечно интересно было бы десантника качнуть на пятую с ним бегал угонки вооружений так броника у него защитника а также тяжелая броня есть сколько там у нас 700 700 голды начинается с пятого уровня он оставил видимо какие-то лучших времен так ну давайте ничего сегодня 3000 элитных 5000 обычных шприцов и бинты ладно не берем расход вот кто нас реально собиратель не то что я транжирует я транжирую все растратил свои шприцы так боевые правда тут можно вооружать уже ну какой-то континент уже гранатами аптечками то что страну континент можно вооружать и на 9 миллионов серебра и 1 эти вижу так настолько большую серебра просто тут на эти деньги можно закупиться дымом обычными гранатами но мне кажется даже на весь мир хватит чтобы отразить инопланетное вторжение килл стрики я забыл еще очки мастерства поставить забывают кстати собака в него не на фуле интересно почему хотя допустим не замечал почему-то когда 4 звезды для собака была как будто она больше урона наносила чем на 5 звезде на фуле так есть джаггер есть бомба на 3 звезды ну дальше он качать не стал видимо уже тогда собака появилась и все перешли на собаку вспомните когда только собака появилась кто качал бомбу кто скачал артиллерию просто все стали качать собаку и так давайте я перейдем последнему моменту и точки мастерства ничего себе просто фул я вот так с порогу сразу же я не ожидал если честно легкий на все виды оружия в качество даже не смотря что он с папашками не играя да а вы пашки то вкачаны здесь уже чуть поскромнее по сравнению с первым по сравнению с уроном кстати почему нож не прокачал вроде на ножах играет а вот нож не прокачанный скорость атаки принципе я думаю не такая важная характеристика в режиме на ножах как допустим урон и защита так непосредственно сама защита потому что то огнемета прокачал надоели эти боты до которые огнеметом особенно бомби постоянно поджаривают защиту от ракетницы прокачал от собачки не качал мы пробиваемость до защита тут никаких претензий не может быть так точность ну точность тоже здесь ну практически фул можно сказать тут где-то одной звезды не хватает но это пустяки и самое интересное давайте посмотрим здоровье да со здоровьем тоже все в порядке не считаю что ускорение лечения он не качал это уже не качал не вижу смысла его качать ну принципе прокачка бомба просто видно что человек тоже вложил тут хорошую сумму чтобы довольно таки комфортно себе чувствовать да я помню когда-то обвиняли в читерстве и это была чертовка так некоторые игроки находились которые обвиняли учительстве но этот человек увидеть тоже по прокачке не заинтересован чтобы играть на читах он принципе так хорошо справляется без читов но я думаю твое было еще намного приятнее когда его назвали читером а он со кровью потом дошел до такого уровня потратил столько времени в этой игре я считаю это определенное заслужить уважение когда ты будучи не на читах ты называть читером да это заслуживает уважением давайте бонусом мы посмотрим задание чем-то выполнил не выполнил а и он еще все выполняет задание да это лёха нас может этот человек по моему который всегда выполняет и субботние ну выходные которые задания и которые то есть задание выходного дня и недельное задание соответственно будни но мои ребята с вами давайте пойдем в бой рандом ничего не меняю слотах пусть будет как есть как он обычно играет так там уже резня началась мы конечно же берем наши нашу любимую стаджи давайте мы узнаем с обвесами за серебро как колонам будет какао и приготовлю какао 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 так сразу говорю вот без звука я не знаю почему не записывать звук я себя не слышу то где все то о кута граната по башке прилетела нихуя жулять и вебал ты чё там валишь моих друзей по команде так ну не бесит что там сука вот кто заботы они играют что в чем проблема почему не можете их вытеснить козляры он сидит просто как ботов расстреливают ну что это за бред надо значит самим оборону его так уйти тех там прорывает да тиммейты конечно вообще бомба с такими тиммейтами и врагов не надо хотя я тут тоже трендю а сам одного такого билла я уже на респу и думаешь а ну чё уже делать я уже не знаю что делать конкретно уже все только так играть уже просто так нормуль нормуль мало патронов довольно таки в этом штурм пистолете будем так я просто уже не знаю как играть вот так вот только играть просто на респу бежать а чё делать реально потому что фрагов я вообще не могу сделать не понимаю где кто находится муж к еще давно не играл я кстати мне интересно работает прострел через дым облако дыма или газа ну выносит хорошо конечно хорошечно кайф 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 и не слышу них звук бомбы ничего не слышу я просто как лухарь играю так плохо что у лёхи нету защиты от снайперок давайте мы сейчас на пирку возьмем пускаем ход собачку то что ты ли ничего себе он не сватышкой лупил нормально до хорошечно прям так мне кажется не знаю почему то есть вот и быстрее выносит даже показки тебе показки показки ой блин ну давайте ладно мгшку житова мою любименькую чушь уже раз стоит слоте значит нужно использовать но он часто играет битве насмерть поэтому на у него здесь в этом слоте стоит удавающим меня блин подпали подорви афигана медленно выносит а почему так вот так сразу чувствуется я серьезно говорю ребята мг от 42 как медленно выносит вот после таких обзоров мне честно не хочется играть со своего аккаунта хе-хе-хе-хе потому что как-то себя чуть сильнее бота ощущаешь вот смотрите видите мг что она сделает делает она даже и не перестреливает чувака непрокаченного с свт играл со своим мг я ничего не смог бы сделать и дп тоже ну что ж ребят весьма комфортно играть потрясающий аккаунт что самое главное грамотная прокачка очень грамотная прокачка то есть человек не покупал там то что не нужно или то что там может какой-то там ситуативное желание было и он поддался этому соблазну нет он все грамотно прагматично прокачивал мг-42 пожалуйста битве насмерть ну свт и ст g-45 две топовых пушки пожалуйста и кстати вот что я заметил сейчас в битве команды командной битве вот с мг-42 тяжело было перестреливать не те кто со свт-40 то есть тоже свт-40 сделали дисбаланс и после таких вот допустим игр с таких мощных аккаунтов мне не хочется играть правда потому что ну при всей моей прокачке мне будет выносить тот кто слабее в прокачке но у него свт-40 то есть нужно добавлять определенно новый пулик новые ппшки которые будут наравне с свт с ст g-45 искренне рад что у нас есть такие мощные игроки в нашем клане ну а с вами был боец истребитель в данных мелис всем спасибо за просмотр всем удачных боев и пока а 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 Продолжение следует...